Здравствуйте, это компания Viva Telecom и мы продолжаем сравнивать фонари светодиодные на светодиодах Cree XHP70.2 и сегодня у нас будет на обзоре фонарь EagleTag TX3L Соответственно в ролике будем сравнивать с Clarus XT21X и с Zebra Light SC700D Начинаем EagleTag TX3L Давайте пройдемся по комплектации Поставляется фонарь вот в такой фирменной упаковке В комплекте идет инструкция на русском языке Аккумулятор 18650 по размеру на 2600 мАч литий-ионный уже идет установленный фонарь Идет темляк на руку и дополнительное уплотнительное кольцо запасное И идет кабель USB Type-C То есть из всех трех рассматриваемых фонарей сравниваемых У EagleTag TX3L сам современный разъем для зарядки То есть у Zebra вообще никакого разъема нет То есть вы должны заряжать аккумулятор отдельно У Clarus разъем microUSB Далее переходим к конструкции Сам фонарь у нас по габаритам 13 см ровно Диаметр головной части у нас 31 мм Диаметр тела у него составляет ровно 1 дюйм Что является несомненным плюсом Соответственно вы можете использовать его как подствольный И с таким диаметром к нему существует множество креплений Соответственно вы можете использовать не только EagleTag Но и других производителей То есть диаметр 1 дюйм Он самый распространенный именно для подствольных фонарей Ну и в руке соответственно тоже такая толщина фонаря удобна Далее у нас есть стальная клипса на фонаре установлена У нас есть съемный держатель темляка Вот он пластиковый То есть он разъединяется Можно его снять Далее по управлению У нас есть две кнопки Первая кнопка светлая Она у нас переключает режимы свечения Черная кнопка является тактической То есть она включает фонарь в максимальной яркости И она же работает на отключение фонаря Далее Разъем Точнее светодиод у нас используется XHP70.2 Как я уже сказал от компании KRI Один из самых современных светодиодов Отражатель у нас гладкий И достаточно глубокий Соответственно фонарь рассчитан на достаточно большие расстояния Но так как он тактический Соответственно и угол у него поуже Чем скажем у той же зебры И соответственно Рефлектор у нас тоже выбран гладкий Именно для этих же целей Дальше По поводу порта Порт у нас Установлен прямо на фонаре И является симметричным разъемом USB Type-C Это очень хорошо То есть все современные гаджеты Уже оснащаются теперь В 2019 году По крайней мере большинство гаджетов Используют именно такой разъем Соответственно Вы никаких проблем С зарядкой данного фонаря Не должны испытать Потому что разъем такой можно использовать Ну везде можно найти кабель с таким разъемом Теперь по режимам работы Сразу я тогда вам расскажу То есть малая кнопка Включает фонарь в минимальном режиме Показывает после включения состояния аккумулятора Далее Нажимая ее кратко Мы переключаем режимы свечения Соответственно циклически От самого малого на самое большое Что очень удобно Также мы можем включить строк Либо сигнал СОС Далее Большая кнопка При включенном фонаре Его отключает При выключенном фонаре Она сразу включает его в тактическом режиме То есть в режиме турбо Максимальном Что тоже очень удобно То есть если нужно включить сразу максимальный режим Вы можете включить максимальный Хотите включить минимальный Нажимаете на другую кнопку Сам режим свечения При нажатии на белую кнопку Также программируется То есть вы можете выбрать Из всех этих режимов Какой у вас будет По первому нажатию включаться То есть это тоже Дело универсальное Дело универсальное Дело универсальное Дело универсальное Дело универсальное Ну, давайте подведем итоги по фонарю EagleTag TX3L. Соответственно, из недостатков мы выявили всего один. Это низкий ток заряда. Несмотря на то, что у фонаря находится разъем на теле USB Type-C, который, многие говорят, что он, соответственно, поддерживает большую силу тока, на самом деле это не так. То есть фонарь заряжает аккумулятор примерно с зарядным током 0,6 А. Но, в принципе, здесь стоит аккумулятор 18650 емкостью 2600 мАч. Соответственно, такой ток заряда не критичен, но хотелось бы с USB Type-C, естественно, ток больше. По поводу преимуществ. Опять же, современный порт USB Type-C установлен. Соответственно, вы можете заряжать фактически от любого устройства. Далее у фонаря гарантия 10 лет, фильменная. Соответственно, это тоже из трех рассматриваемых фонарей. Гарантия самая большая. У Плауса 5 лет, у Zebra Lite 1 год. Далее нам понравилось управление двумя кнопками. То есть мы можем сразу включить минимальный режим, либо мы можем включить максимальный режим. Также нам понравилась индикация заряда. Соответственно, после включения белая кнопка индицирует состояние аккумулятора. При зарядке также она показывает мерцаниями степень заряда аккумулятора. То есть, начиная, если аккумулятор полностью разряжен, индикатор мигает один раз с определенной периодичностью. Чем больше емкость аккумулятора становится, тем количество мерцаний становится больше. При полностью заряженном аккумуляторе кнопка горит постоянно сильно. Ну и еще одно преимущество. В данной версии у нас натуральный белый цвет. Соответственно, вы можете выбрать комплектацию не под холодным цветом, либо стеклами. Ну, на этом заканчиваем обзор фонаря EagleTag TX3L. У кого появились вопросы, задавайте их в комментариях. Кому видео было полезно, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всего вам доброго. До свидания.